Всем привет дорогие друзья, с вами Андрей Хорьев и мы продолжаем нашу рубрику про чемпионат мира. Закончился третий тур чемпионата мира и мы поговорим сегодня о плей-оффе. Поехали! Первый матч в плей-оффе это Франция и Аргентина. Французы спокойно отыграли матч в своей группе, аргентинцы только в третьем туре смогли зацепиться за вторую строчку и таким образом Лева Месси выходит из группы. Второй матч в Ургай-Португалии. Ургайцы спокойно заняли первую строчку, выиграли все три матча, португальцы заняли вторую группу с испанцами и сыграли в ничью в последнем матче с Ираном. Таким образом матч будет интересным, тем более что Луис Суарес в Барселоне встречается против Крещана Роналда из Мадридского Реала. Третий матч Испания-Россия. Сможет ли русские футболисты доказать всем, что это поражение с Ургаем, это все-таки какая-то ошибка была в их обороне и в матче с Испанией мы все это покажем. Напомню, что в недавнем матче сборная России и Испании сыграла в ничью со счетом 3-3. Матч Хорватии и Дании. Хорваты заняли первую строчку в группе смерти, ее уже можно так и назвать вместе, где были Аргентина, Нитерия и Исландия. А Дайчанин вместе с французами вышли дальше, посмотрим, что это будет. Видите, Лука Модрич, Ван Ракитич, Марио Маджутич, Перишич будут противостоять только главному игроку этой сборной, Кристиану Эриксону. Бразилия и Мексика матч будет интересным, так как бразильцы не смогли найти свою полностью игру, но смогли выйти с первой строчки. И мексиканцы, которые обыграли действующих чемпионов мира немцев 1-0, и проиграли шведам 3-0, тем самым помахав рукой Германии, которая не вышла из группы. Перестают в ряду, вместе с этой проклятой традицией, которые действующие чемпионы не выходят из группы, так было в 2010 с Италией, так же было в 2014 с испанцами, так же сейчас с немцами в 2018. Бельгия и Япония. Вот тут будет много родногласий, бельгийцы, к ним никаких вопросов нету, выиграли тоже все три матча из трех, даже в последнем туре смогли обыграть англичан 1-0. Японцы, они, многие говорят, не должны были проходить дальше, все наделись на Сенегал. Ведь правильно, у каждой команды одна победа, одна ничей, одно поражение, 4 очка и по 4 забитым и по 4 пропущенных очка, но, как нам говорят СМИ, у Сенегала на несколько, даже на одну карту, желтую карточку больше, чем у японцев, тем самым Сенегал не смог встать в единственные ряды. Сенегал был, кстати, единственной командой из Африки, которая пришла в плей-офф чемпионата мира. Швеция, Швейцария, именно эти две формы постоянно путают из-за схожего названия, но шведы заняли первую строчку в группе с мексиканцами и с немцами, а швейцары смогли все-таки побороться с сербами и заняли вторую строчку. Матч будет, мне кажется, вот этот самый будет интересный, потому что в нем ничего не есть. Колумбия и Англия. У Англии все игроки, которые играют в английской премьер-лиге, есть хорошее нападение по лошитам, вратаря особенного нету. Джухард не поехал на чемпионат мира, а на Пикфорда. Попа и Батланда просто надеяться нельзя выделить, какие ошибки они совершали в клубовом этапе. Тем самым колумбийцы, тоже хорошая команда, которая тоже могла, кстати, пролететь мимо этого чемпионата мира. Но в третьем туре они все-таки решили. И тем самым Хамис Родригес встретится против Гарри Кейн. Вот они две главные звезды этих сборных. Ну что, друзья, с вами был Андрей Хорьев и это канал Футболда Жить. До новых встреч, друзья. До свидания.